здравствуйте уважаемые коллеги друзья сегодняшняя лекция 5 нашем цикле который создается по ходу развития эпидемиологической обстановки то есть растет растут проблемы появляются новые задачи какие-то заранее предугаданные вещи оправдываются от каких-то приходится отказываться и поэтому вот этот вот месячный опыт накопленной работы подготовки чрезвычайной ситуации и ее развитию позволил нам сделать какие-то первые выводы которые мы спешим с вами поделиться это коллективный опыт 52 московской больницы московского респираторного центра городского морского городского центра икмо многие сотрудники с которых с которого является одновременно сотрудниками факультета фундаментальной медицины мгл у меня ломоносова не побоюсь сказать одно из лучших факультетов дающих медицинское образование в нашей стране тем не менее опыт этот коллективный я его только презентую и презентую на то что я являюсь единственным правообладателем кроме того в подготовке этой презентации используя материалы которые сделаны вместе с нами с нашими коллегами это сотрудники института ядерной физики мгл у которой мы разрабатывали очень интересную компьютерную программу по оценке компьютерных томограмм я вам покажу ее и некоторые вещи мы делаем вместе замечательным институтом имени академика гамалеи вирусологами микробиологами я начну с организационных вопросов месяц работы в ситуации с эпидемией показал что на 100 линейных коек нужно 15 реанимационных поскольку я реаниматолог я буду делать акценты в основном на реанимационных пациентов к счастью это не основная категория больных основная категория до реанимации не доходит но тем не менее часть из них попадает их достаточно много поэтому обычной жизни обычно 8-10 процентов коечный фонд составляет реанимационные койки а здесь не менее 15 например у нас сейчас больницы 60 реанимационных коек ближайшее время планируется открытие до открытия введения дополнительных реанимационных мощностей перепрофилизация имеющейся реанимации общий фонд будет составлять около 100 реанимационных коек обеспеченность аппаратами искусства вентиляции легких должна быть достаточно высокой идея о том что один аппарат может вентилировать нескольких пациентов они в общем мягко говоря не состоятельны поэтому одному больному один современный аппарат и вы по моим представлениям примерно 10-12 всего коечного фонда линейных отделений ну то есть 8-9 на каждые 10 коекарит 8-9 аппарат обеспеченность аппаратами для постоянной заместительной почечной терапии тоже немаленькая поскольку у этих пациентов развивается острое повреждение почек как следствие как правило следствие нарастающего сепсиса сепсис может быть вирусный может быть бактериальный и это требует использования постоянной заместительной почечной терапии одной из причин использования в заместительной почечной терапии является неожиданное сочетание антибиотиков о чем мы с вами скажем попозже поэтому по моим расчетам это должно быть не менее одного аппарата на 5 реанимационных коек из тех аппаратов которые мы в своей практике используем мы пользуемся разными аппаратами с точки зрения цена качества мы предпочитаем мультифильтраты но при этом я не готов их рекламировать очень удобные аппараты призма там есть свои проблемы свои достоинства менее удобные оказались капризнее просто аппараты фирмы аппарата аквариус кислородные места линейных отделениях то есть то место где можно больному дать кислород через маску лицевую или по моим расчетам и должно быть не менее 20 процентов от всего линейного коечного фонда а лучше 50 короче чем больше тем лучше тем больше возможности маневра если говорить об общих идеях которые мы неоднократно обсуждали с нашими уважаемыми вирусологами института гамалеи значит можно условно разделить на стадию вирмии когда восстановляется вирусное поражение ну условно это до 12 суток максимум по нашим наблюдениям клинической симптоматики развивается на 7-10 сутки избыточная иммунная реакция макроорганизма на вирус так как гиперрогическая реакция которая повреждает легкие вызывает выраженные изменения в гемостазе о чем мы с вами поговорим попозже и стадии бактериальных осложнений условно ранних 4-5 суток максимум с 10-12 суток особенно пребывание пациентов в больнице противовирусная терапия обязательно когда мы стартовали с лечения этих пациентов было еще не очень понятно работает она не работает было много разных идей полупонятных китайских и прочих рекомендаций вот но выяснилось что в общем она работает она работает и она не всегда помогает но без нее совсем плохо и надо начинать максимально рано для того чтобы подавить максимальным возможными средствами репликацию вируса и избыточный иммунный ответ мы обычно используем сочетание плаквинила гидроксихлорохина с калетрой калетра это зачитание лапинавира с ретунавиром применяемого обычной практике у вич инфицированных пациентов а наиболее тяжелых пациентов еще то целизумаб она же октембра плафенил применяется по 400 миллиграмм два раза в сутки два раза в первые сутки дальше по 200 миллиграмм два раза в сутки калетра препарат сочетающий состоящий из двух ингредиентов 200 на 50 миллиграмм по две таблетки два раза в сутки все это длится 14 дней курс того и другого не забудьте что больных зондовым питанием калетру надо не крошить отдавать зон жидком виде есть такая лекарственная форма что касается тот целизумаб октембра это препарат который это моноклональное антитело и в общем она блокирует иммунный ответ вот этот самый избыточный иммунный ответ который есть наши уважаемые терапевты 52 больницы накапливают позитивный опыт введения октембры у пациентов так называемое пограничном состоянии то есть когда он вот-вот настолько ухудшится что будет готов тому чтобы упасть в объятие реаниматолога и по накопленному в течение нескольких этих недель опыту показан есть есть впечатление я не могу сказать это не проверялось ни на каких рандомизированных пока группах есть впечатление что введение октембры в дозе 400 до 800 миллиграмм однократно в течение часа по инструкции позволяет ряду пациентов удержаться на грани с респираторной инвазивной вентиляции легких естественно эффективно в стадии виремии то есть тогда когда есть в избыточный иммунный ответ после этого опять же есть ощущение что чаще развивается бактериальное осложнение что тоже в общем то вполне типично вполне объяснимо одним из эффектов тоцелезумаба является резкое снижение crb то есть вот выраженного воспалительного ответа и в определенной степени это может иногда мешать в оценке динамики потенциально септических осложнений а тем не менее я за противовирусную терапию и сейчас появляются препараты которые действуют на те или иные звенья иммуногенеза и возможно они будут тоже эффективны неинвазивные способы респираторной поддержки я всегда сомневался в их эффективности у этой категории пациентов с вирусной пневмонии мы имеем большой опыт лечения вирусной пневмонии другого происхождения вот я любитель не инвазивной вентиляции но для пациентов с хоббл хронической обструктивной болезни легкие что касается high-flow cedination то это большой поток уважненного кислорода в общем при длительном использовании может приводить неоправданным затягиванию сроков мнимой стабилизации пациента и затягиваем сроков для интубации трахеи переводы на инвазивное искусство вентиляции легких тем не менее есть категория пациентов которых удается компенсировать на оксигенотерапии в том числе когда находится лежа на животе в прон позиции больной может продержаться на оксигенотерапии дожидаясь эффекта тоцелезумаба такой тоже опыт появляется я стараюсь быть в этой жизни достаточно подвижны сохранять подвижной психики и никогда не настаивать категорически на каких-то вещах говорить никогда не не пользуйтесь высокочасто поточной оксигенации или всегда пользуйтесь never say never поэтому тем не менее я бы сказал что наверное какая-то ниша есть несколько часов больной может провести на оксигенации особенно после введения октембры в ожидании того переводить его на инвазивную вентиляцию легких или нет основным условием безопасности такого подхода является частый контроль газообмена нашей практике мы пользуемся обычно таким алгоритмом для линейных обычных отделений есть установка что больной на кислороде нестабильнее этого больного который без кислорода не значит чтобы кислород ему мешает наоборот просто больной настолько тяжел что это некий индикатор тяжести и алертности врача его необходимости уделить особое внимание этому пациенту значит этот больной должен быть обязательно наблюдаться не только клинически но и с использованием пульсоксиметра в том числе переносных и показатель пульсоксиметрии не должен быть меньше 92 процентов если он меньше 92 на спине показан поворот на живот больной должен лежать на животе значит на животе лучшие вентиляционно-перфузионные взаимоотношения в легких и по понятным физиологическим причинам это улучшает оксигенацию если сатурация оксигемоглобина артериальной крови измерена неинвазимным способом спу-2 по пульсоксиметру на животе меньше 92 то показан вызов ренематолога в течение часа эта ситуация терпит но недолго не реже одного раза в два часа нужно лишать больного кислорода при этом сатурация отопускается если ниже 85 то тоже показан был вызов ренематолога если сатурация быстро стремительно снижается ниже 80 то тут показан экстренный вызов ренематолога больной находится на грани с интубацией трахеи для переведенного больного в отделение реанимации интенсивной терапии но опять же пользуемся теми же самыми принципами вы видите слева нарисована кривая диссоцией оси гемоглобина вот тот самый узкий коридор когда напряжение кислорода в артериальной крови находится в линейных отношениях с насыщением кислорода в артериальной крови и поэтому пульсоксиметр достаточно динамика пульсоксиметрии достаточно показательна если сатурация на оксигенотерапии меньше 90 то показан поворот на живот если на животе меньше 90 то показан интубация трахеи если ни одного реже не реже одного раза в два часа нужно опять лишать больного кислорода то же самый принцип чтобы показ посмотреть сколько вклад этого кислорода в насколько нарушены вентиляционно-перфузионные отношения в легкие если опять там опять такой стремительные падения показатель пульсоксиметрии ниже 80 показан интубация трахеи если несмотря на величину более менее приличную казалось бы 90-92 сатурации определенные неинвазивные способом сатурация оксигемоглобина артериальной крови у пациента имеется учащение дыхания больше 26 чувство жуткое такое особенно мучительно нехватки воздуха ажитация беспокойство угнетение сознания показана интубация трахеи по наблюдениям наших уважаемых терапевтов и других специалистов часто больные испытывают очень сильную головную боль что видимо тоже является проявлением вот этой самой ажитации цитокинового шторма вот этих вот проявлений так называемой интоксикации афактически вирамии допустимое время на размышления переводить больного не переводить на искусство вентиляции легких по моим оценкам не должно превышать больше одного двух часов мои ожидания что у клиницистов сработает чутье и по клиническим данным они будут выявлять ранние признаки дыхательной недостачки не оправдались до наступления всей этой ситуации чрезвычайной читая литературу нам казалось что мы сможем избежать такого трудоемкого и затратного времени затратного метода как компьютерном графеи грудной клетки мы это не сделали и к счастью это не сделали поскольку эту позицию следует пересмотреть мы настоятельно рекомендуем выполнение как компьютерном графеи грудной клетки всем больным при поступлении независимости от тяжести их состояния изменение на компьютерном агроме настолько впечатляющие что сразу включает нужный уровень тревожности у дежурного врача как у терапевта так и тем более реаниматолог в частности реаниматологу психологически легче лишь решиться на ранний перевод искусство вентиляции легкий когда он увидел такую страшную картинку на компьютерном агромы у как бы пока стабильного пациента я покажу много этих компьютерном агром еще например на протяжении своей презентации вот например типичный пример внизу 25 марта у пациентки было изменение на компьютерном агроме вроде как более менее приличные а уже через два дня вы видите массивная инфильтрация базальных отделов и больная в общем на грани с натубацией трахеи важность динамики капитомограммы вот через двое дня уже что произошло и мы выполняем ее не реже одного раза в неделю а у реанимационных больных и чаще при ухудшении состояния больного неудобное расположение капитомографа не является оправданием у нас 52 больных и капитал томограф находится в другом соседнем корпусе без наличия перехода между корпусами мы сейчас этот переход срочно строим и тем не менее мы транспортируем больного на искусство вентиляции легких и даже на икмо для регулярной компьютерном аграфии цена информации крайне высока ну вот на рисунке я вам показываю реальную жизненную картинку пациент который транспортируется в отделении данном случае он едет не на не не на кт его перевезли другой больницы но примерно так и выглядит больной который едет на капитомограмму у него транспортные аппараты вл при необходимости перфузоры и при необходимости транспортный вариант икмо основная задача ранее перевода на ивл напомню вам предупредить самоповреждение легких во время активного дыхания пациента когда он очень старается использовать помогать на мускулатуру вследствие повышать этого повышается транспортное давление то есть он разрывает альвеолу растягивая ее снаружи это было более подробно объяснено предыдущих лекциях я себя позволил этом не останавливаться по поводу искусство вентиляции легких протективная искусство вентиляции легких по тем признакам и принципам которые мы с вами уже проговорили предыдущих лекциях проводится всем больным без исключения практически всем больным это тяжелый дистресс синдром следует выключать фонтанное дыхание в довострейшем периоде любыми доступными наркотическими или седативным препаратом при неэффективности вводят долго действующие милорелаксанты очень эффективно прон позиция положение ничком который приходится использовать порой до 18-22 часов в сутки поскольку при перевороте на спину больной резко теряет оксигенацию я не категорически не согласен с позицией коллег особенно на западе который призывает поль поздному применение искусство вентиляции легких моей точки зрения это путь никуда в эти новая к частым сердечно-легочные реанимации вот на самом деле в нашей практике я не вижу такого количества сердечно-легочных реанимаций которые описывают китайские коллеги и когда я читаю что там летальность пациентов переведенных на его достигает 97 процентов у меня есть одно объяснение они поздно переводили на искусство вентиляции легких для предупреждения инфицирования персонала во время перевода на искусство вентиляции легких действует простой принцип интубация трахеи должна быть быстрой быстрая манипуляция самым опытным врачом тщательно упакованы в индивидуальные средства защиты со всеми необходимыми костюмами масками очками респираторами обычно лучше иметь два врача потому что если одного не получилось бы другой врач мы используем видео клинки часто это позволяет не нырять в поближе к больному но тем не менее возможны разные способы не применяйте пожалуйста приоксигенацию и мешки амбул чтобы не обрызгивает больной своим аэрозолем изо рта не обрызгивал персонал чтобы персонал не болел при санации трахеи лучше пользуется закрытой системе для санации не следует их менять слишком часто в условиях нехватки средств и экономии и разумная экономия говорит о том что можно их использовать до пяти семи суток не меняя поскольку это микрофора самого пациента не вижу ничего плохого оставить этот катетер на такой срок такая же тактика с длительным использованием контрудыхательных аппаратов пока они не подвергнутся видимому загрязнению показания к экстракорпоральной бранной оксигенации обычные стандартные которые не только при этой к видной пневмонии это снижение индекса оксигенации индексе пф ниже 80 несмотря на протективное искусство вентиляции легких в прон позиции течение 10-12 часов лучше дольше не тянуть поскольку если в дальнейшем больного разовьется септический шок или будет грубая гипоксимия то эффект от экмо будет гораздо меньше все равно вы это будете вы это сделаете вам будет жалко пациента но эффективность будет не очень высокая в ряде случаев эффективно осцилляторная искусство вентиляции легких в том числе сочетание с экмо вы видите вот в нашем отделении работает таких два аппарата к сожалению методика несправедлива была свое время оболгана и в общем не нашла сейчас такого широкого применения тем не менее если где-то остались эти аппараты я настоятельно рекомендую их использовать в том числе мы используем вместе с экмо вы видите вон в углу стоит осциллятор и на переднем плане аппарат экмо у тяжелой пациентки с дыхательной недостаточностью это очень энергоемкий ресурс трудоемкий он съедает кислородные точки то есть нужно не только для аппарата его но для экмо он съедает ресурсы персонала например вот у нас сейчас в отделении находится в одном из оритов 6 больных на экмо и примерно 70 процентов этого 12 коечного ресурса съедено то есть это очень трудоемкие боль пациенты требует много чего внимания в том числе мы часто их ворочаем фронт позицию она эффективна и на экмо вы догадываетесь что насколько это собственно говоря трудоемко берегите пожалуйста лица ваших пациентов во время фронт позиции там возможны пролежни пролежни заживут но не сразу у ряда больных иногда хватает ватера позиции на боку используйте все доступные средства для предупреждения давления костных выступов на лице и груди на поверхность кровати обратите пожалуйста внимание пациентка с избыточной массой тела мы ее повернули страну на живот у нее икмо проводится у нее проводится он слева видны аппарат искусства вентиляции легких у этой пациентки самодельный валик сделаны моими сотрудниками для того чтобы и удобно было лежать на животе под голову под головой у нее несколько просто свернутых простыней подушек и тем его со всеми этими шлангами со всеми этими контурами аппарата и выл она тем не менее лежит на животе и поэтому разговор о том что прон позиции трудоемко говорит о том что просто люди не недопонимают и эффективности и им просто страшно это сделать ожидая что что-то будет повреждено механизм совершенно простой поворачивает два человека третий контролирует чтобы все трубки не попадали из больного если больной на икмо то двое контролирует трубки двое переворачивает должен вам сказать что пациент который попал на искусство вентиляции легких он лечится долго самые быстро выздоравливающие в нашей практике пациенты это были на протяжении двух недель в основном это пациенты лечится долго не менее трех недель мы всем поэтому выполняем трахеостомии на вторые и третьи сутки в условиях потока пациентов это дает выигрыш в экономии сил персонала последующим для выполнения трахеостомии мы используем только функционную это опять же попытка уберечь персонал от аэрозоля но если нет возможности то приходится делать прямую мы стараемся на испорт поберечь и врача-эндоскописта поскольку я категорический противник слепой функционной трахеостомии поэтому эндоскописта тоже бережем рядом стоит видеостойка что позволяет врачу-эндоскописта уберечься от аэрозоля из дыхательных пациентов и путей пациента значит сейчас я вам продемонстрирую серию копьют томограмм тяжелого пациента это пациент был на грани с икмо один наших первых пациентов с тяжелой ковидной пневмонии сейчас пациент медленно поправляется вы видите что на первой компьютерной томограмме есть значительные изменения на легочные паренхимы на второй компьютерной томограмме эти изменения паренхимы нарастают и дальнейшем они достаточно серьезными остаются этот пациент до сих пор пока мы не можем отлучить от аппарата и вы мы пытаемся это делать но окончательно пока не можем сделать пока у него не восстановились легкие дальше у нас будет еще несколько демонстраций этого же самого пациента и вы увидите более наглядно как выглядит изменение поражение поражения легких тем не менее у больных которые удалось спасти в острейшем периоде повторяю что это действительно высокая сравнительно летальность мне трудно сейчас ее переподсчитать но это конечно не 97 процентов китайских и не эти все безумные цифры там 80 процентов но это долго лечащиеся пациенты и поэтому пока сейчас трудно подводить итоги тем не менее значит у этих больных все-таки удается дескалировать респираторную поддержку и вот по примерно по такому алгоритму этот алгоритм мы тоже прописали по просьбе наших питерских коллег мы очень плотно работаем с людьми из регионов постоянно звонят мы обмениваемся нашим опытом пытаемся как-то его передать нашим коллегам экспортировать его и поэтому выглядит это примерно так обязательным условием деэскавации то есть уменьшение респираторной поддержки больного с инвазивной вентиляции легких является отсутствие необходимости в прессорных аминах естественно контролируемый системный воспалительный ответ он с не снижается стена воспалительный ответ он нормальный стабильно респираторная ситуация минимум в течение трех суток что значит стабильно респираторная ситуация индекс pf положение больного на спине больше 250 норма капни или легкая гиппокапния естественно при возможности ее определения вактат в артериальной крови ниже полутора опять же если возможность определить параметры искусства вентиляции протективных режимах в лимитах самый главный параметр напомню driving pressure разница между верхним inspiration и нижним пип давлением который должен быть составлять не менее 12 и менее сантиметров водного столба больной не нуждается в мире локсации глубокой седации и если нет возможности померить pco2 то можно посмотреть какая частота дыхания у него в любом триггеровом режиме естественно fresh control volume control бип-ап частота дыхания не более 15 в одну минуту больной не очень старается ему нет у него хватает воздуха минутная вентиляция при этом минутный объем дыхания не более 10 литров в минуту если нет возможности померить индекс оксигенации индекс pf можно воспользоваться народным методом который я уже еще двух словах коснулся сейчас более подробно его еще раз на нем остановлюсь основан именно вот на этом линейном участке кривой диссоциации оксигемоглобина который мы с вами уже видели и естественно основаны на законах нормальной физиологии значит как мы поступаем надо снизить концентрацию кислорода в вдыхаемой смеси фио-2 выдаваемым респиратором этой смеси значит настолько чтобы пульсоксиметр показал показатель спл 2 92 94 все мы находимся на линейной кривой линейной части кривой диссоциации оксигемоглобина теперь если будет оксигенация падать пульсоксиметр бы показать путь симметрии быстро упадут если показатели будут стабильны он будет стабильный если больной будет улучшаться то пульсоксиметрии будет расти то есть мы снижаем настолько фио-2 чтобы сатурация бывает 90 92 92 94 значит при этом если мы знаем физиологии мы понимаем что по 2 в артериальной крови примерно 65 70 миллиметров тусного столба рассчитываем индекс pf ну например мы снизили с вами фио-2 вдыхаемой смеси снижали снижали и выяснилось чтоб пульсоксиметр показ 92 процента при концентрации кислорода вдыхаемой смеси 0 5 50 процентов значит индекс оксигенат составляет 65 разделить на 0 5 130 вы понимаете что больного рано лишать респиратора и процесс до эскалации запускать рано и повторяем должен быть хотя бы 200 250 перед стартом крайне желательно сделать компьютер томографии грудной клетки при отсутствии возможности банальную генографии и ультразвуковое исследование грудной клетки я не очень верю в возможности ультразвука у этой категории пациентов вы видите что у них творится на компьютер томограммах это будет сплошные целинии и в общем не очень будет понятно что там происходит с пациентом тем не менее ультразвук нужен для того чтобы оценить потенциальное наличие выпадок леврального гидроторакса который нуждаться будет хирургическом лечении если у нас есть положительная динамика по сравнению с предыдущими исследованиями отсутствие сливных плотных зон особенно в базальных отделах легких занимающих более 20 процентов легких гидроторакса требующий инвазивной эвакуации то можно начать процесс деэскалации обратите пожалуйста внимание что вы все больно есть плотные зоны базальных отделах легких это продолжение показания для продолжения применения прон позиции то есть его нужно все равно ворочать ничком даже если у него нормальный газообмен для того чтобы эти базальные отделы легких постепенно рекрутировались они слепались и потом не образовывался фиброз все условия соблюдены и мы начинаем протокол доэскалации такая повторяет снижаем фио-2 в вдыхаемой смеси что пульсексивен показал не более 95 но если бы 92 значит 92 начать постепенное снижение пткв пип шагом 2 сантиметра каждые 4-6 часов почему именно такой подход вы скажете можно брать из артериальной крови кислотное состояние измерять можно но каждые 4-6 часов это делать не будете вы будете делать пару раз сутки если вы будете делать пару раз сутки вы можете не заметить что больной дорекрутировался а если у вас есть пульсексиметр который показывает вот эту вот величину между 92-мя 95-ю вы понимаете что если больной ухудшится вы тоже то увидите в пульсексиметрии банальный метод который постоянно при больном соответственно если вы каждые два часа 4-6 часов снижаете пип на два сантиметра водного столба дошли до пяти шести сантиметров водного столба пульсексиметрии все приличное 94 выше 94 чудесно на правильном пути переводите больного в вы видите что не стабильный газообмену не очень часто дышит у него нет там высокой минутной вентиляции переведите в пресс-суппорт и начните постепенно снижение верхнего давления по inspiration другой способ который лично мне больше нравится это просто отключение больного от респиратора перевод его на оксигенотерапию спонтене сбросинг trials при этом наблюдает за чистотой дыхания поведение пациента нет ли ажитации сонливости нет или то хипно и если все в порядке то сеанс длится час-два потом подключать больного с респиратором если не все в порядке возвращает и не повторяет до следующего утра если все в порядке постепенно удлиняет спонтене сбросинг trial с течение дневного времени отлучает больного от респиратором конечном счете больной дышит весь день и только на ночь подключается респиратором так продолжается несколько суток конце концов потом лишает больного совсем аппарата и было на ночь но вот есть такое мнемоническое правило что значит примерная длительность отлучения больного от респиратора составляет не менее половину этого срока на котором он находится респираторной поддержки к тому моменту когда вы решили его доэскалировать ну возьмем там больной 14 дней находится на искусстве вентиляции легких наконец он созрел чтобы его доэскалировать что мы делаем мы этому пациенту планируем в течение 7 дней лишить его респираторной поддержки не надо торопиться может ему не хватит и 7 дней это возможный вариант но тем не менее долго длилось его долго отлучаем от респиратора а значит если конце концов больной нормально переносит у него нет до сатурации у него значит в порядке дыхательный паттерн у него стабильно на без кислорода пульсоксиметр показывает сатурации не менее 94 мы смотрим хорошо ли он глотает воду нет у него какого-то проблемы с глотанием человек должен глотать легко жидкую пищу или про больную воду простую воду поскольку как известно жидкую жидкую пищу глотать важнее чем твердую если он не попёркивается крайне желательно эндоскопическая оценка отсутствие стеноза трахеи и трахеомаляции а также визуальных признаков выражено трахеи то при день в день предполагаемой деканюляции то есть при вызываете эндоскописта вынимаете интубационную трахеотомическую трубочку и просит оценить что там делается в зоне трахеи если есть стеноз трахеомаляции или признаки трахеи то вы откладываете деканюляцию на несколько суток или недель почему потому что если вы выдернете раньше времени трубку у вас там будет стеноз единственный способ его предупредить оставить эту трубку который качестве распорки стента сформирует более-менее удовлетворительный диаметр трахеи если вы все-таки провели эндоскопический контроль и увидели что все с больным хорошо тем не менее я вам рекомендую в этот день повторить компьютер томограммы грудной клетки чтобы убедиться что больного таки действительно улучшение по его состоянии паренхемы легких не горячись с антибиотиками антибиотики решают многое но не в начальном периоде заболевания в первую неделю заболевания можно лечить только грамм плюс флору достаточно ну там пневмоко который может как-то сесть на легкие пациента гемофильную палочку и прочее в общем сравнительно три трубал эйджент то есть те которых можно лечить микроорганизмы достаточно сочетания защищенного пенициллина с азитремицином или леву фокса цена у наиболее тяжелых пациентов применяем ленизолит а вот неделю больной паре побывал в стационаре особенно побыл на искусстве вентиляции легких у него сменится микрофлора она станет на заками альный привычный для этого стационара увы здесь уже есть повод для назначения антибиотика против грамм минус флоры и какая она у вас вы должны знать заранее в каждом стационаре своя с своей устойчивостью как правило плохой устойчивости потому что в основном это поле резистентная грамм минус флора нам конечно не повезло что этот вирус пришел тогда когда у нас ограниченный запас антибиотиков был и до него как говорят наши иностранные партнеры бэд бакс но дракс тем не менее возможно неожиданно эффективное сочетание антибиотиков принцип следующий вы назначаете не против всего спектра грамм плюсами грамм минус а именно несколько антибиотиков против грамм отрицательный микроорганизм а сын это бактер клевсиела синагнойная палочка вот эта сладкая тройка как правило на присутствует у наших пациентов по нашим представлениям как правило сочетание это должно быть сочетать включать как минимум полимексин то есть мы пытаемся на разные точки воздействовать одно и вот того же грамм отрицательного микроорганизма мы проверяли с нашими уважаемыми друзьями коллегами микробиологами вирусологами института сотрудниками института имени академика гамалея инвитро эти комбинации методом серийных разведений подбирали достаточно долго и выяснили что иногда не работающим моно моно антибиотика в моно варианте в сочетании начинает срабатывать то есть они обладают каким-то синергическим эффектом вот например любой бета-локтам ну например карбопенем или максим максимум окси пин защищенным пенициллином защищу с ингибитором оксик там например хорошо работает вместе с полимексином плюс третьим как неожиданно например может оказаться моксифоксацин вместо как 3 3 иногда срабатывает ситуация с докса циклином стиги циклина бисептолом с рифом пицином почему это происходит каким механизмом я не берусь объяснить я не не микробиолог тем не менее ситуация описана в литературе некогда ожидать когда мы получим результаты для клинического пациента клинического ведения пациента мы обычно получаешь ответ из лаборатории где одни буковки а резистент соответственно назначать фактически нечего так вот чтобы было что назначать вот подумайте об этих комбинациях в крайних случаях мы используем комбинации полимексина парентерального и колестина ингаляционного полимексина и мекацина парентерального естественно это очень нефротоксичное сочетание и и возможно на фоне применения заместительной почечной терапии она в общем на грани фола как говорят баскетболе но тем не менее с моей точки зрения лучше больной будет долго жить и восстанавливать функцию почек чем он умрет от септического шока смена антибиотика проводится по стандартным алгоритмам вы смотрите если у вас нарастает тяжесть состояния пациента в частности тяжелый дыхатель недостачь сосудистая недостачь появляется рост crb лейкоциты прокальстанина очень хорош конечно количественный прокальстанина возможно пресепсин не имея пока своего собственного опыта вы меняете антибиотики обратите внимание что ситуация с рб неоднозначно она может расти вследствие вирусного поражения легких до высоких цифр до 200 250 тем не менее такой выраженный рост повод все-таки для коррекции антибиотико терапии в том числе поскольку коррекция вирус противовирусной терапии кроме добавления актембры больше у нас опций пока нет если обратная ситуация вывели актембру тоцерезумаб crb резко снижается до каких-то вообще смешных цифр 25 в этой ситуации легко пропустить бактериальное осложнение если не подумать что даже незначительный рост он до 20 30 это этих стандартных 2 5 это является признаком бактериальных бактериального сепсиса постарайтесь найти грань между шараханьем таким между между разными схемами антибиотико терапии в то же время вы должны свое время на ее назначить обычно это нужно семьи с не менее 70 70 2 до часов для принятия решения об эффективности уже назначенной антибиотико терапии не надо нервничать и менять ее раньше исключение естественно в развитии септических шока тут показания для экстренной смены антибиотико терапии инфузионная терапия обычная проводится по рестриктивным признакам happy lungs and dry lungs тем не менее если развивается септический шок то конечно в инфузии постесняться не приходится мы используем нашей практике пульса пульсом эти предов такие в значительных дозах 1000 3000 единиц в течение трех суток подряд с последующим снижение дозы до 125 миллиграмм в течение 4 5 дней в общем оффлейбл конечно нас научили коллеги из регенсбурга и стокгольма это явно приходит приводит временной стабилизации пациента септическим шоком может некоторое время продержаться он это нере не является решающим в лечении септического шока но тем не менее больному помогает даже собственно говоря ситуация как использование различных колонок например цитосорба который дает время на стабилизацию при септическом шоке на основу лечения сепсиса по-прежнему рациональная антибиотика терапии своевременной протективной вентиляции легких если больному нужна заместительная почечная терапия то только по почечным показаниям аллигурия гипергидратация азотомия и гиперколемия попытки стабилизировать состояние пациента заместительной почечной терапии по поводу септических осложнений ну в общем они сомнительны искусственное питание приоритет энтерального пути введения питательных смесей очевидной смеси очевидный совершенно принцип стадии виромии надо много еды и много углеводов стадии бактериальных осложнений достаточно минимум еды и минимум углеводов есть такая замечательная английская пословица став фига став и код то есть когда ты у тебя температура ты голодаешь а когда ты простужен когда тебя трясет ты должен есть так вот код это вирус а фива это уже бактериальное осложнение есть замечательные работы руслана меджитова огромное количество это это открывать это у рецепторов потряс наш бывший соотечественник работает калифорнии который показал что в общем многочисленных опытах экспериментах на животных что действительно этот подход срабатывает то есть больного с бактериальной инфекцией лучше не перекармливать особенно углеводами мы аккумулируем этот опыт это все носит не доказательный характер и не выдерживает с точки зрения доказательной медицины никакого никакой критики тем не менее я считаю что лучше такой опыт чем вообще безумное какое-то следование за ситуацией бездумное значит обратите пожалуйста внимание на то что эти больных часто развиваются тромбозы эмболии больной крайне склонны к тромбозам и тромбоэмболии у них очень высокий фибриноген иногда превышающий 7 и более грамм на литр и очень высокие додимерки тысячи применяете только лечебные дозы кепаринов и то их иногда не хватает мы сейчас задумываемся над тем что может быть применять эти агреганты к сожалению ситуация плохая с прямым гепарином с обычным в силу того что производство его грубо нарушено во всем мире и поэтому приходится применять только низкомолекулярные если были бы простое если был бы простой гепарин наверное мы его применяли виде бы постоянной инфузии и заключение уважаемые друзья берегите себя используйте все доступные средства индивидуальной защиты в идеале вы должны защищаться не только заболевших пациентов но и от друг от друга следует взять за правило любой пациент любой болезнью в условиях эпидемии эпидемии пандемии потенциально контактен пока вид 19 более того любой коллега лечивший такого пациента тоже потенциально опасен с точки зрения инфекции к сожалению предыдущие работы азиатские особенно южнокорейские как-то расслаблено все сообщество медицинское ввели состояние расслабления в том числе ваш покорный слуга думал что это все-таки не такая цеплючая болезнь болезнь она цеплючая конечно это по-прежнему не чума но тем не менее она цеплючая поэтому во время дежурств постарайтесь минимизировать скопления в местах отдыха со снятыми масками не пользуйтесь пожалуйста общей посудой разделите отделение на зоны красное для работы с пациентом который вы максимально одеты в защитные средства поверх тайвика по защитного костюма у вас сверху и халаты синие для работы с документами сбросили в этот верхний слой остались защитным костюме респираторе белое для отдыха куда вы вошли естественные надобности исправили поели полежали лицом к стенке для того чтобы не дышать на товарища не выносите из ординаторских бумажный носителей на ватте пожалуйста документ оборот электронный на бумаге липнет вирус в идеале это организация работы вахтовым методом по 8 12 часов не снимает средств защиты сожалению оказалось достаточно трудно организовывать больших городах тем не менее видимо к этому следует стремиться чтобы люди не переутомлялись не в них не снижался резкий иммунитет тем не менее сейчас не то время когда думать приходится о переутомлении и поэтому нужно найти разумная грань между нашим врачебным долгом и возможностью отдохнуть в промежутках между этими тяжелыми дежурствами если кто-то из персонал заболевает немедленно остранять его от работы по двум сображениям первый он опасен для товарищей второй его нужно вывести из зоны высокой вирусной нагрузки пока две-три недели будет формироваться иммунитет зависимости от тяжести состояния ему нужно сделать копию томографию обязательно мазок на пцр по нашим представлениям копию томографии оказалось конечно впереди по полимерной цепной реакции с более высокой специфичностью но собственно не только наше представление об этом это подтверждает с рубежной работой специфичность и чувствительность достигает 90 процентов это совершенно типичные картинки сейчас я вам сейчас еще раз их покажу стартуйте немедленно с противовирусной терапии не надо ожидать пока человек разболеется ориентируясь на клинические и минимальные кт данные чтобы уберечь персонал мы лечим всех заболевших медиков плаквинилом или сочетание плаквинила с калетром зависимости индивидуальных показаний противопоказаний важно чтобы товарищ быстро и качественно вылечился вернулся в строй то есть задача в период верьме подавить репликацию вируса любым способом кстати говоря это туда же срабатывает идея потенциальная сейчас начинающие набирать обороты гипериммунной плазмы туда же идея достаточно раннего назначения тут целлюзумаба но это более серьезное оружие потом всем подряд ты его не назначишь его нужно больным вот эти повторяю на грани между которые готовы быть уже подвергнутся инвазивной вентиляции легких тем не менее противовирусная терапия она срабатывает ее нужно пользоваться как улучшить результаты у нас есть сейчас очень интересная совместная разработка естественно как мы только и разработаем ее пустим массы это делается нашей больнице 52 факультет фундаментальной медицины гуниева моносова еще одним подразделением гуниева моносова не ядерной физики имени скобелец на группы компании гамма-мед и группы волонтеров что мы делаем мы пытаемся рассчитать количество пораженных зону легких чтобы был такой не просто деление как сейчас принято на 4 стадии к вида это очень хорошее деление но очень грубые мы пытаемся считать сколько у больного здоровых легких сколько умеренно пораженных сколько серьезно пораженных вот этот по сам пациент которого к то я уже показывал в обычном нативном виде посмотрите как это выглядит раскрашенном виде красные зоны это пара зоны уплотнения то есть практически то что мы привыкли называть фиброзом возможно это приходящий фиброз более коричневатые зоны это зоны значительно уплотнения такого от матового стекла до уплотнения и зеленый топ не пораженные легких вот 17 марта один из наших первых пациентов обратите внимание молодой человек это удивительное дело уже мои коллеги упоминали об этом что у нас много молодых больных мы думали что это будет одни пожилые люди я не знаю с чем это связано это связано с какими-то особенностями вирусов данным в контексте или связано с тем что наше правительство вовремя уберегло наших уважаемых старичков наших дорогих пожилых людей и они сидели дома а пока молодые люди еще контактировали или это связано с завозом инфекции на среди молодых активных граждан которые ринулись отдыхать в это неспокойное время не трудно сказать но молодых много реально это не только пожилые люди и 36 лет пациент обратите внимание это примерно 5 или 6 сутки его заболевания здесь он потребовал уже интубации вот это выглядело в нативном варианте вот раскрашенным через три дня еще значительно ухудшение у него нарастание бактериального фактора гипертермии рост crb прокальцитонин или кацитоз он получил октемру но ему это видимо поздновато было сделано и уже не очень помогло только 27 марта у него возникло удовольствие справиться с септическими осложнениями он стал лучше но легкие по-прежнему достаточно проблемные но видите стало меньше плотных зон вот это красненьким который обозначено и 6 апреля он стал еще получше но этот больной до сих пор пока находится на искусстве на вспомогательной вентиляции легких и мы еще пока не готовы его полностью отлучить от респиратора хотя в общем-то состояние у вас значительно положительной динамики значительное время суток он проводит без аппарата и вы посмотрите как вот когда мы посчитали вот эти объемы красные объемы были очень большие на самом начале и занимали практически выраженные легкие занимали почти больше двух третий поражения всего всего легочной паренхимы постепенно количество красных зон уменьшается слева направо и увеличивается количество здоровых зон медленно но они тоже растут что же делать если больной ухудшается звоните к нам звоните мне личный телефон на личный телефон звоните наш центр икмо арит седьмой арит он тут написан так консультация тяжелых больных вместе с фондом вольное дело олега терипаски сделали интернет ресурс proevl.ru там легко им пользоваться это способ как-то немножечко сэкономить наши силы поскольку мы на добровольных начала помогаем ответить на возникающие вопросы в виде чатов и телефонных звонков а вот пока у нас хватает сил и собственно говоря всеми возможными способами мы пытаемся как-то донести до людей до врачей вот эту информацию которую мы накопили ее в себе не держим с единственной надеждой что это поможет нашим пациентам что это поможет их лучше лечить и из той большой надеждой что наши больные вспомнят что мы их любим и что мы хотим мы очень хотим их вылечить и что их неоправданная критика который последние годы было вылета на медицинское сообщество что она во многом не оправданно на самом деле нас врачи лучше чем об этом последнее время принято думать спасибо за внимание 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 спасибо за внимание